Все более явно и активно в наш безрелигиозный и бездуховный мир врываются демонические силы, стремясь окончательно запутать и тем самым подчинить своему влиянию современного человека. Это темное дело проводится по заранее подготовленному и отработанному сценарию. Планомерно делалось все, чтобы лишить человека веры и упования на Христа. Обожествлялись сам человек, прогресс, наука. Над верой смеялись и называли ее делом малограмотных и темных людей. Одновременно с конца 19 века появляется научно-фантастическая литература, которая выдумывает наличие других, более развитых цивилизаций, фантазирует о том, какие они, пытаются занять эти умы людей и, надо сказать, небезрезультатно. Большинство современных людей искренне верит в существование внеземных цивилизаций, старших братьев по разуму, стремится к контакту с ними и ожидает от них помощи. Они мудрые, почти всемогущие, обязательно придут и помогут, мечтает человек 20 и 21 века. Поэтому с особым интересом и вниманием встречаются им все сообщения об НЛО и инопланетянах. А что думает об этом православная церковь? Как отражены эти проблемы в ее священных книгах? Обратимся к священному писанию, к Библии, этой богодухновенной книги, содержащей в себе всю историю создания мира и человечества Богом и пророчества об их конце. В книге Бытия мы читаем, вначале сотворил Бог небо и землю. Затем описывается происхождение всего сущего по дням творения. Здесь нужно помнить, что день у Бога это не те 24 земных часа, которые мы привыкли считать за сутки, а совершенно иной, неизвестный нам промежуток времени. И на шестой день, как венец всего тварного, создается человек. Сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию сотворил его. После этого процесс творения, как таковой, был завершен, и уже более ничего не создавалось. Ибо сказано далее, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Итак, в Библии мы можем иметь указание на сотворение вначале неба, под которым святые отцы, такие как святые Василий Великий, Феодорит, Иоанн Дамаскин и другие, понимали создание невидимого ангельского мира, бесплотных духов. Затем уже земли, мира материального, света и тверди, то есть небо в нашем понимании. Ни о каких иных цивилизациях речи нет. Есть только человек, как микрокосмос, ибо в нем сосредоточены как материальный мир, тело, так и духовный мир, дух, душа. И невидимый духовный ангельский мир, состоящий из ангелов света, душ умерших и падших духов, демонов. Как мы видим в Библии, нет и намека на существование иных внеземных цивилизаций. Но, может быть, указания на их существование содержатся в других письменных источниках древности? По мере возможности попытаемся исследовать их. Знали НЛО еще в глубокой древности. Так на санскрите, древнеиндийском языке, имевшем хождение около второго тысячелетия до нашей эры, слово бхаш, означающее бес, одновременно имело значение светящийся, то есть, видимо, бесы являлись часто в виде светящихся объектов. По современному НЛО. В древней санскритской рукописи Санарангата, Сутратхара, мы читаем следующее описание НЛО. Взлетая, колесница сразу превращалась в жемчужину на небе. При помощи таких колесниц жители Земли могут подниматься на воздух, а небесные жители спускаться на Землю. В древнеиндийском эпосе Махабхарата можно прочесть даже о некоторых технических деталях НЛО. Летающие машины имели форму сферы и передвигались по воздуху. В древнекитайских летописях сообщается об императоре Хуанди, правевшем бассейне реки Хонхэ. Согласно преданию, Хуанди и его помощники прибыли с неба. У императора была колесница, которая как дракон могла летать по небу, становиться тяжелой и легкой, стоять на месте и идти. В описании походов Александра Македонского, великий македонский завоеватель 4 века до н.э. имеются свидетельства о наличии НЛО, сопровождающих войска. Так, во время перехода его войск через Тигр и Ефрат, была сделана запись о наблюдении за летающим объектом. Одним из тех, которым Аристотель дал название «летающие диски». Во времена рассвета христианства свидетельства о явлении НЛО исчезают. И только отдельный намек на их существование можно найти в Вологодско-Пермской летописи 16 века. «Того же лета бысть знамения вели, на небеси три солнца на востоке, а четвертое на небеси на западе, а посреди небеси Аки месяц велик, подобен дузе, стоях у знамений от утра до полудня». Некоторые авторы трактуют это место как явление НЛО в 16 веке. Далее сообщения об НЛО уже в большом количестве появляются в середине 19 века. В годы Второй мировой войны появляется масса документальных свидетельств о прямо-таки нашествии НЛО на землю. Приведем некоторые из них. В кратком меморандуме президенту Рузвельту от 26 февраля 1942 года начальник штаба генерал Маршал сообщал о воздушном переходе над Лос-Анджелесом, во время которого батареи ПВО произвели в общей сложности 1430 орудийных выстрелов по 15 неопознанным целям, летавшим над городом. Во время известной танковой битвы на Курской дуге и советские, и немецкие войска зафиксировали наличие НЛО, причем те и другие подозревали в них секретное оружие противника. Уже в феврале 1953 года представитель ПВО США заявил, «Мы имеем огромную массу сообщений о летающих тарелках. Мы воспринимаем это очень серьезно, так как потеряли уже много людей и самолетов, пытавшихся атаковать НЛО». Действительно, согласно аналитике имеющихся данных, тесный контакт людей с НЛО в ряде случаев давал трагический результат. Вот только несколько примеров. 16 июня 1948 года летчик-испытатель Апраксин поднял в воздух свою машину. Спустя полчаса на высоте 1500 метров он заметил объект в форме огурца, шедший со снижением поперечным курсом. От него исходили назад снопы световых лучей. С земли сообщили, что объект также виден на экранах радаров. Апраксин направил самолет навстречу объекту. Когда расстояние между ними сократилось до 10 километров, лучи от объекта раскрылись веером и прошили самолет, намих ослепив пилота. Вышла из строя электрическая часть управления самолетом и двигателем. Планируя, Апраксин все же сумел посадить самолет и подробно доложил о происшествии. 7 января 1948 года на базе ВВС неподалеку от Форнокса США командир самолетного звена капитан Менгель при сближении с НЛО, которое он совершал, чтобы лучше его рассмотреть, был сбит последним. И тело его было найдено среди обломков самолета. 2 июля 1956 года два самолета Starfire из 27 эскадрильи вооруженными ракетами были посланы на перехват НЛО в окрестностях Аттики, США. Летающая тарелка ответила на сближение импульсом лучевого оружия по ближнему перехватчику. Самолет загорелся, пилот и оператор радара выбросились с парашютами. 4 июля 1969 года Колумбия Анцессия Бермундес подал сигнал карманным фонариком, пролетавшему на малой высоте над его фермой серебристому объекту. Аппарат ответил на сигнал вспышкой. 6 июля Бермундес в тяжелом состоянии был госпитализирован в Боготе и умер от поражения гамма-излучением. По свидетельству исследователей в области НЛО, люди, оказавшиеся под низко пролетающими НЛО, могут получить ожоги. Бывали моменты временного ослепления. Есть факты поражения электрическим током при прикосновении к корпусу тарелки. Нахождение на месте посадки НЛО вызывает изменение артериального давления, состава крови. Встречаются резко выраженные сенсорные изменения. По признанию очевидцев, в момент близкого наблюдения этого феномена, они испытывали чувство страха и внутреннего дискомфорта. Теперь давайте перейдем к непосредственному рассмотрению контактов существ из НЛО с людьми. Из-за недостатка места рассмотрим только несколько наиболее характерных случаев. Вот рассказ одного наблюдателя НЛО 6 июля 1968 года о контакте, который произошел в поле около села Чегменского района Кабардино-Балкарии. Около трех часов ночи вдруг увидел отвесно падающий метеорит, необычайно яркий. Потом яркость уменьшилась и объект плавно опустился за склоном горы, неподалеку от меня. Метрах в 100-150 появился человек. Он то ли горел, то ли светился. Я пустился на утек, но тут же почувствовал, как ноги и руки мои сковало. Даже шевельнуть ими было невозможно. Меня прошиб холодный пот. Но страх вскоре прошел, и в теле появилось ощущение легкости. Меня позвали. За пригорком на площадке стоял огромный аппарат в форме диска. Меня встретили существа, внешне похожие на человека. От головы и кистей их исходило свечение. Они читали все мои мысли. В ответ слышал голос на чистейшем русском языке. Они взяли мою левую руку и поднесли прибор. Мгновение и на инструменте остался кусочек моей кожи, а на руке красный треугольник. Откуда вы? Спросил я. Их ответ запомнился урывками. Якобы они из большой звездной обитаемой страны, которая примыкает к нашей галактике. Они контролируют нашу планету. Многое здесь их беспокоит и привлекает. Итак, отметим основные характеристики этой встречи. Первое. Чувство страха и ужаса у контактера. Второе. Насилие со стороны инопланетян над его волей и телом. Третье. Бессмысленное взятие пробы кожи. Непонятно зачем, для какой цели. Четвертое. Абсурдный, плохо запоминающийся ответ на вопрос, откуда и зачем прилетели. Теперь перейдем к описанию другого случая, имевшего место в США, в Этланде. 3 декабря 1967 года в 3 часа ночи. Местный полисмен увидел на дороге объект с мерцающими огнями, который поднялся в воздух при его приближении. Полисмен доложил начальнику о летающей тарелке и пошел домой с сильной головной болью. В ушах у него гудело, а под правым ухом оказался рубец. Позднее оказалось, что ночью был перерыв в 10 минут, о котором страж порядка ничего не помнил. Под гипнозом он рассказал, что последовал за НЛО, который приземлился. НЛО-нафты осветили его ярким светом, а затем взяли на борт своего корабля. Гуманоиды, одетые в комбинезоны с эмблемами крылатого змея, сказали полисмену, что они прилетели из соседней галактики. У них есть базы на территории США, они случайно контактируют с людьми и хотят заинтриговать людей. Они отпустили полисмена, приказав ему не распускать язык о том, что было этой ночью. Как мы видим, при этом контакте работают все основные характеристики вышеприведенной первой встречи, плюс добавляется пункт пятый. Воздействие гипнозом, то есть насилие над психикой человека. Интересная деталь одежды пришельцев. Эмблема с изображением крылатого змея, известного с древности символа сатаны, человека-убийцы и бога-противника. Теперь выслушаем рассказ 23-летнего фермера из Бразилии о его близком контакте с инопланетянами, приключившимся 15 октября 1957 года. Ночью я один пахал поле. Увидел светящийся предмет яйцевидной формы, пчавшийся на меня необыкновенно быстро. Он остановился на высоте 50 метров над моей головой. Трактор и поле были освещены так ярко, как в солнечный полдень. Я страшно испугался. Выскочил из трактора и бросился бежать. Но было поздно. Кто-то схватил меня за руку. Им оказалось маленькое, странно одетое существо, доходившее мне до плеча. Тот же был схвачен тремя такими же непонятными существами. Они оторвали меня от земли, крепко держа за руки и ноги. Я пытался отбиваться, но напрасно. Они притащили меня в машину НЛО. Все пятеро начали меня раздевать. Раздели до нога и натерли тело какой-то жидкостью. При помощи прибора взяли кровь с той и другой стороны подбородка. Затем они ушли и я остался один. Я взял взглядом помещение и увидел, как ко мне медленно приближалась женщина. Она была абсолютно голая, точно такая же, как и я. Она была очень красива, но совершенно иной красоты по сравнению с теми женщинами, которых я встречал. Эта женщина молча подошла ко мне, посмотрела на меня. Вдруг она обняла меня и начала тереться своим лицом о мое. Наедине с этой женщиной я был страшно возбужден. Она издавала какие-то хрюкающие звуки, которые совершенно сбивали меня с толку. Я был ужасно зол. Затем пришел один из команды корабля с моей одеждой и я снова оделся. Меня подвели к металлической ступенчатой лестнице и дали понять, что я могу идти. Как мы видим, и для этого контакта очевидны вышеприведенные первые и третьи пункты характеристики встреч с НЛО. Плюс прибавляется шестой. Издевательство над человеческим достоинством бразильца. Раздевание, натирание возбуждающей жидкостью. И, наконец, насильственный, реальный или, скорее, внушенный, воображаемый интимный контакт с инопланетянкой. Как-то все это бессмысленно, абсурдно. Не похоже на встречу с высшим добрым разумом. И, наконец, давайте рассмотрим последний случай контакта, свидетельство 18-летнего Анатолия, рабочего совхоза, художника-любителя. 21 июля 1975 года отправился Анатолий на лесную полянку на Этюды. Около восьми вечера он внезапно почувствовал тревогу. Оглянулся и увидел дискообразный аппарат, из которого вышли три человеческие фигуры в серебристых скафандрах. Они пригласили Анатолия зайти в тарелку и отвезли на свою планету. По словам М, полет длился около 40 минут. Потом чернота космоса раступилась и впереди показалась окутанная сияющей дымкой планета. Население там было смешанное. М встретились и люди трехметрового роста, и карлики, и сосед, который умер за несколько лет до этого происшествия. М обследовали психологи, психиатры, дважды с ним беседовали гипнолог, проводил сеансы гипноза. Результаты обследования заставляют с доверием отнестись к словам молодого человека. Для этого контакта особенно интересно видение Анатолия умершего соседа, которое никакими материалистическими концепциями объяснить нельзя. Как зарубежные, так и наши исследователи подчеркивают, что близкие контакты с НЛО зачастую тесно связаны с паранормальными и оккультными феноменами. Жак Балле в своей книге «Невидимый колледж» пишет, что непосредственно перед встречей с НЛО люди порой видят страшные сны, или к ним приходят странные посетители, или они слышат стук в дверь, когда за ней никого нет. Царев в своей статье также указывает на феномен черного человека, которого нередко видят перед самым началом аномальных явлений. По данным иеромонаха Серафима Роуза, серьезные исследователи стали соглашаться с тем, что НЛО, хотя и имеют некоторые физические характеристики, все же не могут быть чем-то космическими кораблями, но явно принадлежат к области парафизических и оккультных явлений. И правда, почему так много НЛО приземляются прямо посреди дороги? Почему столь совершенные корабли требуют таких частых починок? Почему их обитателе нужно собирать такое множество камней и палок вновь и вновь уже больше 25 лет? Или тестировать такое множество людей? Все сцены контактов глубоко абсурдны, удивительно бессмысленны, лишены всякой цели и задачи. Выдвинуто предположение, что абсурдность, характерная почти для всех близких контактов с НЛО, по сути дела является гипносирующим приемом. Когда люди выведены из душевного равновесия, нелепостями и противоречиями, и напрягают ум в поисках смысла, они исключительно широко открывают себя для передачи мыслей, для восприятия психического внушения. Американский исследователь доктор Балле сравнивает эти приемы с иррациональными канонами учителей дзен-буддизма и отмечает сходство контакта в НЛО с оккультными обрядами, посвящения раскрывающими сознание для мистического общения с падшими духами. Поэтому правомерно постановка вопроса, не служит ли идея гостей из космоса для прикрытия и маскировки реально бесконечно более сложной природы, скрывающей свою истинную суть и цели. Резюмируя вышеприведенные данные наблюдения за НЛО и контактов с так называемыми гуманоидами, можно сделать следующие предварительные выводы. В ряде случаев НЛО ведут себя очень агрессивно и без всякой для себя нужды портят и уничтожают самолеты, машины, что зачастую приводит к гибели людей. Зарегистрированы случаи, когда при попытке контакта НЛО просто убивает людей, как, например, с Бермудесом. Правда, есть еще случаи с физическим исцелением после подобных контактов. Многочислены случаи физического и психического насилия НЛО нафтов над землянами, применение гипноза, унижение человеческого достоинства. Как правило, при контактах у людей первоначально возникает чувство сильного страха, ужаса, испытывается сильное нервное потрясение. Внешний вид пришельцев различен. Это могут быть великаны, карлики, женщины, мужчины, красавцы и уроды. Часто от них исходит сияние, общение происходит посредством телепатии. О себе они говорят крайне неконкретно, мотивом своих посещений выставляют заботу о людях, любовь к человечеству, хотя действия их крайне абсурдны и часто свидетельствуют об ином. НЛО почти всегда присутствует там, где проливается кровь. Вспомним сопровождение войск Александра Македонского, присутствие на Курской битве и прочее. Сами они также часто бывают сопричастны с заболеванием и смертью людей. Кто же они такие? Знала ли таких существ древняя церковь? Об этом свидетельствуют святоотеческие предания. Источник. Священник Родион из книги «Люди и демоны». «Люди и демоны»